Антициклон заставит омичи одеваться теплее. Рабочая неделя началась с минус 29 градусов и с каждым днем будет становиться холоднее. Синоптики прогнозируют понижение до минус 37 градусов в пятницу и субботу. Омичи все чаще обращаются в компании по отогреву автомобиля, а у врачей скорой помощи, наплыв пациентов с обморожением. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Первыми холода ощутили на себе автомобилисты. Температура ночью опустилась до минус 27 градусов. Константин Валеев свою иномарку завести не смог. Тойота простояла во дворе два дня. Не рассчитывает и на то, что ночью потеплеет. Поэтому перед очередным рабочим днем попросил помощи. Минус 20, минус 22 уже как бы довольно-таки проблемно. Ну и как бы мучить там бегать что-то с аккумуляторами я не стараюсь. Нет, я не считаю, что накладно. Нет, нет, не накладно. То есть намного будет проще. А так я буду бегать. Непонятно, что на работу. Опоздать без автомобиля буду, потому что у меня работа требует автомобиль. Сегодня Александр Черногородов работает без обеда. Заказы поступают со всех концов города. Обращаются в большинстве случаев водители иномарок. В среднем на отогрев машины нужно не больше получаса. Бригад 10 у нас ездит по городу, отогревает автомобили, холода. Ну вот справляемся понемногу. Заказов хватает. Бум вообще хватает. Люди к выходным отогревают. Сегодня днем они на работах. Вечером звонят, утром. В морозы на трассах Омской области появились мобильные пункты обогрева. Полицейские дежурят рядом с заправками, станциями техобслуживания и у придорожных кафе. Особое внимание уделяют остановившимся на обочине. Отогреться помогут не только водителю. Замерзшую машину полицейские могут отогнать до ближайшего теплого бокса. В первую очередь мы работаем с дальнобойщиками на их радиоволне. Соответственно, они своевременно нам сообщают о том, где находится брошенный транспорт, либо где водитель пытается отогреть транспортное средство. Соответственно, направляется экипаж, который в случае, если не может помочь на месте, а помогают вплоть до ремонта транспорта. Только за эти выходные с жалобой на обморожение в больнице обратилось 7 человек. Троих пришлось оставить на лечение в стационаре. В большинстве случаев это бездомные. Но даже легкое обморожение доставит дискомфорт. Чтобы обезопасить себя, врачи советуют как можно меньше находиться на улице, одеваться по погоде и плотнее обедать. От минус 15, минус 20 и ниже, соответственно, возникают, ну чаще всего возникают отморожения. Особенно те, которые требуют именно стационарного лечения и, возможно, хирургического вмешательства. Готовятся к морозам и коммунальщики. Поставщики тепла и горячей воды должны немедленно реагировать на заявки о мячей. Пока серьезных аварий не было, а мелкие повреждения устраняют максимум за 5 часов. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство бригад. Рабочие регулярно осматривают трубопроводы. Серьезная авария может возникнуть из-за резкого перепада температуры. Но такого мячам ждать не стоит. В ближайшие 5 дней теплее минус 20 в регионе не будет. Дмитрий Ковалев и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.